издателю там три вещи один рассказик совсем коротенький называется Ближняя дача лирическая повесть разговор с моим старшим сыном правда когда я ее писал ему было 14 сейчас ему уже под 30 но в книжке ему практически разговор интонационно со старшим подростком и повесть Коньяк Шарван и все они соединены какими-то ключевыми датами советской истории с прошедшими через жизнь моего поколения Ближняя дача это про Сталинскую дачу в моем детстве поскольку я рос в Матвеевке а Матвеевка рядом между Давыдковой и там как раз Ближняя дача Сталинская есть и это воображаемый рассказ все про это отдельно следующий это 62-й год но это год моего рождения понятно что это главный год мировой истории как любой из нас убежден что год в котором он родился собственно говоря мировая история вся и развернулась и это отчасти придуманная отчасти правдивая история моей семьи на фоне грандиозных событий 62-го года от Карибского кризиса до Новочеркасска и от публикации Солженицына до краха французской империи потому что Деголь отпустил в этом году лжи ну и как маленький каково маленькому человеку в этой большой холодной истории жить вот собственно говоря несколько проектов и последнее это 87-й там действие разворачивается вокруг 87-го года это последний относительно спокойный год советской истории герой едет в Азербайджан ровно за две недели до того как там начнутся карабахские волнения которые перерастут в войну и дальше все пойдет трещина ну трещина давно уже все пошло все пойдет история пойдет под откосом все завершится и у этой книжки есть одна опасность поскольку во всех трех вещах повествование идет от первого лица читатель может решить что вот так вот оно собственно все и было что это герой это во всех случаях я сам что не так но одеваться некуда так вот они уже написали так что книжка про человека и преимущество и ужас литературы заключается в том что как только ты начинаешь рассказывать про что получается банальность ну про человека и историю а какая книжка не про человека и историю там ну или другая книжка блестолюбивым быть нехорошо ну нехорошо конечно ну а кто спорит кроме тех кто обладает этим самым блестолюбием вопрос как это рассказывается мы погружаемся или не погружаемся в этот мир и всякий раз любой традиционный сюжет переживается заново или не переживается тут уже автор ни при чем автор сделал свою работу дальше могло получиться не получиться и никто не может быть себе судьей это железный закон но это с одной стороны очень грустно потому что ты никогда не знаешь в итоге что что у тебя получилось а с другой стороны ты всегда спокоен потому что то что ты мог сделать сделал как считал нужным сделал а дальше ну как Бог даст рассказал Александр Николаевич исчерпывающе но задача пересказать сюжет я хоть и не был отличником в школе но привык отвечать полным ответом вызывая к доске а что делать ну сегодня у нас не доска сегодня у нас такое чудесное кресло теплое зимнее новогоднее вы сказали что вторая повесть это как бы послание к сыну да то есть не просто библейский под заголовок да а обращение то есть семейная история и личный взгляд на историю это очень важно в этой книге на ваш взгляд больше все таки вот художественной поузы а не вот историю история это только фон да нет ну это очень понятное дело либо ты историк то есть ты исследуешь либо ты писатель и ты пишешь про человеческие переживания на фоне чего угодно в данном случае на фоне истории этим собственно литература отличается от любого другого вида деятельности и нет я конечно не исследователь здесь я собиратель историй человеческих и и бесчеловечных тоже да потому что большая история она конечно не гуманна и это увы нет вопрос который несомненно будет задан поэтому лучше сделаем это сами название обманывающие читателя отчасти коньяк шерлан о чем она почему именно так называлась повесть можно ответить формально потому что там в сюжете обыгрывается реальный азербайджанский напиток коньяк шерва но люди которые не застали советских времен не знают что все коньяки в советское время делились на плохие приемлемые плохие и очень и совсем плохие потому что совсем хороших было не достать ну и самым приемлемым мы считались армянские потом грузинские азербайджанские были в общем не лучшие там молдавские еще были но при этом если ты приезжал в Азербайджан и пил коньяк который был не в магазине его продавали правильные люди правильным людям это был замечательный коньяк но это чисто формально и там есть сюжетные ходы которые с этим связаны и это обыгрывается но это одновременно и какой-то символ потому что это вот коньяк настоявшийся густой а потом выясняется что того коньяка больше нет сегодня он продается но это пить невозможно и понятно что поменялась история человек ушел того что было не вернуть того и в хорошем и в плохом тоже все идет дальше ну понимаете когда автор начинает размышлять когда он что-то написал и начинает объяснять это же обман потому что я не думал ни про что такое ты чувствуешь что оно должно называться так ты чувствуешь что в центре должен быть такой герой ты идешь за ним ты идешь за его переживаниями и если ты а дальше ты начинаешь интерпретировать и немножко привирать потому что ты сам начинаешь объяснять что к чему как вот поэтому что хотите то и думайте ну вот Умберто писал эти послесловия к имени Розе что по написанию романа автору следовало бы умереть больше чтобы не толковать не развивать не мешать жить тексту к счастью никакой необходимости у этого нет ну и как Лев Николаевич Толстой нам про Анну Каренину сказал когда его спросили о чем Анна Каренина чтобы ответить на этот вопрос я должен был бы написать Анну Каренину заново ну Великие нам дали пример мы можем ссылаться на них будем надеяться мы подзадориваем аудиторию на интересные вопросы на собственные размышления вы сказали что можно было приехать в Азербайджан и попробовать этот самый легендарный коньяк Ширван а вы ездили вы бывали и вообще разброс в книге географический довольно велик не только исторический но и географический это по собственному опыту это да все таки ну мама когда-то в детстве меня спросила кем я хочу быть полагалось наверное ответить я не знаю в те времена отвечали все про космонавтов я сказал пассажиром строго говоря поставленная цель реализована я им и стал я и тогдашнюю империю проехал всю вдоль и поперек я работал с 86 по наверное 89 потом еще некоторое время после перерыва в журнале дружба народов и поскольку я был молодой сотрудник в среднем ну там ездить короче говоря в командировке было некому а делать там было совершенно нечего потому что в отделе критики где я работал было 4 человека мы героически сдавали 2 печатных листа в месяц отредактированного текста в четвером то есть в среднем нужно было отредактировать 12 страниц в месяц на работу мы приходили в 12 передрудившись уходили в 6 при этом часа 2 все сидели на обеденном перерыве поскольку это примыкало к буфету дом центрального дома литераторов а деньги на командировки были я садился улетал и пролетел вдоль и поперек всего империи по много раз во всех 15 республиках я был а потом точно так же ездил по России и мне проще назвать регионы где я не был чем регионы где я был вот как а кстати а где вы не были я не был на Чукотке я не был на Сахалине и ну не так много регионов потрясающе даже не верится но вот кто читал и на Чукотку я не попал потому что это рискованно в смысле что можешь попасть и не улететь и сидеть там пока разрешат вылет недели две три а я себе такую роскошь позволить не могу вот поэтому а летом у меня там никаких дел не было никогда по осени и зимой ты можешь там застрелить вот поэтому и не было так бы побывал конечно ну да пока шаман не скажет добрая погода даже если скажет это тоже не гарантия в Норильске был вот по Таймыру поездил все это видел конечно отдельное особое впечатление а какой регион показался вам самым интересным интересный вопрос ну как регион Камчатка именно как регион да потому что не обустроенный невероятно красивый вот только в самое последнее время Петропавловск Камчатки начали превратить в относительный порядок а до этого это был это был такой вот советский запрошенный город поскольку там климат чудовищный краска каждый год ее дома красят и она потом курчавится значит такой в курчавый город серый попадал слава богу сейчас там начали использовать нормальные вот эти сайдинги вот эти все современные способы облицовки которые при плохом климате возможны но невероятно красиво и это причем я успел попасть последним рейсом на в долину гейзеров до того как там произошло вот этот опал сейчас говорят опять начали летать но потом но несколько лет не летали мы были буквально последним рейсом и там в этой долине гейзеров она же довольно странно устроена там где сами гейзеры там тепло а это мы зимой в декабре по-моему в декабре было а на противоположной стороне холодно поэтому там снег и мы долго стояли даже не смотрели на что смотреть на эти гейзеры или на то как росомаха гонит лесу причем она же ленивая и она точно знает что на лесу поймает она гонит ее через снег леса вывивается из сил и росомаха экономя силы замирает потом леса через этот толстый снег начинает дальше продвигаться и росомаха за ней опять встает и ждет так что вот это невероятно Норильск сильнейшее впечатление это потому что место где люди вообще не могут жить это точка где жить невозможно люди живут по всем стандартам мы туда прилетели первый раз в середине мая там были двухметровые наросты льда вдоль тротуаров натянуты я сейчас уже не помню то ли канаты то ли металлические перекладины потому что если порыв ветра человек должен успеть схватиться чтобы его не унесло отдельное конечно это спуски в шахты это отдельное впечатление конечно и в общем понимаешь да вы знаете как создавался Норильск за две недели до решения о строительстве города было принято решение об открытии Норильсклага то есть трудовые ресурсы и управленческие аппараты и в общем и то что люди там выжили и там среди тех кого мы знаем там например был актер Жонов в лагере его спасло то что он актер потому что там спасали кого-то по-моему футболист старостя если кто-то из очень крупных футболистов там был в лагере была футбольная команда Норильска и их из лагеря забирали либо если человек попадал в инженерную часть либо если он играл в театре все и остальное это мертвая зона это выжить почти невозможно при этом они строили они же это мы путешествуем так они же еще строили и как известно первую железную дорогу на колейку из Норильска в этот самый в дудинку построили так что она летом растаяла у нее было невозможно землю выгнать они просто ее сделали из снега и льда и она опустила в общем короче вот опять же история через географию это тоже один из путей познания так все красиво да в Чечне не было в Чечне не было в Дагестане был в Ингушетии был в Чечне не было считайте еще хорошо дорогие друзья у нас будет время на вопросы на ответы на них конечно а сейчас нам надо рассказать еще и о другой книге у нас сегодня два события правила муравчика другой жанр другая форма и аудитория наверное у книги подразумевалась какая-то иная Александр Николаевич вам слово что за книга опять вот про аудиторию я там работаю в прагматической сфере на телевидении там про аудиторию правильный вопрос для кого делаешь четко понимаешь считаешь да как ходы реакции учитывать даже иначе это невозможно это не будут смотреть на протяжении толкового времени с книжками но совершенно дело устроено иначе ты пишешь не потому что ты на кого-то рассчитываешь а потому что так придумалось вот придумалось так и так написал нет в книжках тоже если есть проектные и это ничем не хуже не лучше я с большим уважением отношусь к проектной литературе потому что я сам ее читаю вот она спланирована там действительно четко автор понимает для кого почему так ну первое акуни выдающегося масштаба проектный автор вот но у меня по-другому если это не проект а эта книжка сначала придумалась потом ты ее написал а потом ты начинаешь думать куда кому для чего вот и когда вот она писалась уже было понятно что мне хотелось бы вообще в идеале чтобы ее могли читать и взрослые на своем уровне и подростки на своем вот здесь сидит один подросток который ее прочитал еще один подросток на котором был проверен это дочка такого знаменитого уральского писателя Сергея Белякова автора книжки о Гумилеве вот он на его дочке тоже были проверены своих детях проверять нечестно потому что они твои дети они тебе все равно правды не скажут в случае чего вот и мне хотелось чтобы это была сказка-притч вот она и это и есть сказка-притч взрослые могут там подчеркнуть одно подростки другое но поскольку она в соответствии с законом вышла с 16 плюс то значит так что Гриша ты ее не читал забудь ну хорошие законы это наша общая беда вот что касается аудитории там это вопрос прагматический а здесь провокационный конечно же потому что жанру книги сложный и об этом в сущности и был вопрос а также о названии наверное плавно уже переходим к следующему обязательному пункту программы это сказка про политических котов которые вот значит начинают вести себя не как положено котам поскольку коты существа не коллективные а индивидуальные вот попытка один из них предпринимает попытку их объединить подчинить и что из этого получается ну на фоне некоторого сюжета с людьми связанного ну такая притчообразная сказка ну и я как-то начинаю да правило муравчика это правило которым следуют все коты и старшее поколение поймет на что я намекаю а младшее нет потому что правило звучит так бояться и мурчать мурчать и не сдаваться вот те кто читал два капитана поймут а те кто не читал не все вот следующее поколение двух капитанов к сожалению читает реже чем хотелось бы но вот эта игра это и есть вот пример да когда я с одной стороны играю с каким-то кругом чтения ну можно ведь и без этого воспринять правда это правило котов которому они следуют а коты там антропоморфные то есть это все-таки а кто тогда там люди люди там боги ага чудесно ну как вы котов кто кто боги для животных для домашних животных люди это боги то есть до момента пока не прозвучали слова про политическую историю это еще была какая-то безопасная презентация да а теперь когда мы перешли уже к самой серьезной теме разговора вот что же там делают люди которые боги и которые выступают как высшая сила для котов ну там где боги там должны быть демоны вот демоны их и похищают а я не хочу сюжет подробнее рассказывать а прекрасно вот хорошо тогда еще один вопрос без которого совершенно невозможно обойтись прелестный персонаж у нас на обложке собственно говоря кто и под прелестным персонажем я имею ввиду и живые персонажи я догадываюсь это мой кот который теперь произведен в рамках прототипа и спонсора тем самым потому что это не просто кот он мой кот Иван Иванович один одно из животных который у меня живет или один из животных вот вообще по правилу оно одно из животных но я не могу но вообще но они же антропоморфные поэтому один из животных который он лежит то есть Ивану Ивановичу книга понравилась Иван Иванович знатный читатель да он знатный читатель хорошо Александр Николаевич еще один вопрос о правиле муравчика все-таки сатиры всевозможные пародии а также иносказания для тех кто постарше это эзопов язык применительно к советскому устрою очень важный не советский скорее ближе к современности чем к советскому а к советскому и к сегодняшнему и к 20 веку чужому там есть множество отсылок там нельзя эзопов язык все-таки это язык который мы однозначно можем объяснить вот берется мартышка имеется ввиду то-то берется лягушка имеется ввиду то-то это не эзопов язык это я не знаю какой-то какой-то язык потому что ну хорошо ну вот великая басня Крылова про волка на псарме мы понимаем волк у нас кто Наполеон кто значит его прогоняет ты серп значит приятелся это кутузов ну это вот и есть аллегория здесь аллегория нет на кого я намекаю когда изображаю главного героя Ката Мур Чавеса ну намекаю на самых разных диктаторов 20 и 21 века фамилия говорящая у Ката если это фамилия а согласитесь что через 5 лет никто не будет никакого Чавеса помнить а Мур Чавес не соглашусь ну может быть ну давайте допустим такую вероятность исчезнет от этого имя Мур Чавеса или нет что-то потеряет но останется ну литературный персонаж останется да литературный персонаж останется будет самодостаточным хорошо хорошо и хорошее название для второй книжки возвращение Мур Чавеса да боже упаси хорошо и еще один вопрос раз уж зашла речь о басне да ты серый я приятель сед там все-таки и псы на псарне да имеется а в книге какую роль собаку собаки играют ну они чуть сюжетно отодвинуты поскольку вот коты живут там где был рай то есть там где был дом бога хозяина они там и остались на морском побережье жить а коты ушли в горы ну собаки ушли в горы поэтому они чуть позже входят в сюжет но входят там есть гавгарский пленник там все как положено лично гавгарский пленник это прекрасно ну что ж мы собственно почтили отдали дань кошатникам как бы что-то сказали собачникам там есть роман между не состоявшийся но роман между кошкой и собакой и псом зарождающийся но нереализуемый генетики тоже не оставлены без внимания хорошо друзья прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам я надеюсь что у вас есть уже накопились вопросы заготовлено-то их много еще один очень важный вопрос вы упомянули что правила муравчика возможно будут читать подростки хотелось бы да и было это как-то апробировано тестировано да на нескольких знакомых а что вообще по вашему мнению сейчас читают подростки и актуально ли это вообще писать книги которые могут прочитать люди моложе допустим в 16 лет тут проблем тут две проблемы в одной одна культурная другая рыночная с точки зрения рынка книги для собственно подростков то есть от 15 до 17 выпускать очень трудно потому что понятно люди в этом возрасте уже не слушают советы старших а своих денег еще нет поэтому это такой рыночный провал ну не все родители доверяют вкусу своих детей не все из-за того что пускай читают что хотят некоторые хотят в своем предлагают поэтому рыночный тяжело с точки зрения культурной нет подростки читают только вопрос через что их мотивировать и тут надо искать индивидуальный подход ну например я по своим детям один из моих детей увлекает с младшей кино ему проще заходить в литературу через те книжки которые были экранизированы это его личный мотив поэтому ясно что его набор книжек которые он читает будет другим чем у ребенка не увлеченного кино другая дочь мучена общественными науками ясное дело что с ней в литературу лучше заходить через проблемы поставленные в книжках вот условно читаем качество не так важно как проблематика поэтому с ней читаем условно там Пелевина Generation P потом читаем Трифоново обмен потом читаем всю королевскую рать там где вот эти проблемы поставлены и понятно она увлечена вот этим это доминант да это ее доминант через ее доминанту она может заходить в литературу и по-другому не бывает мы должны искать мотивацию которая лично ему интересна что читают вообще-то говорят читают неплохо там где до провала до 15 с 15 до 18 провал потом опять начинается рост как только появляются первые деньги медленный рост потребления идет у нас есть замечательные издательства от самоката розового жирафа до издательства Макрономича Клейвер ну и так далее я могу целый ряд издательств которые такого рода книжки выпускают назвать воздаст все время у вас Пастернак и Жволевский которые вполне себе успешно выночные тиражи у них по нынешним временам вполне себе большие вот поэтому есть есть и сайты которые мы можем рекомендовать Библию и Гид сайт который библиотекой для детей и юношества российская государственная детская библиотека устроена он очень полезен есть пап мамбук много ресурсов на которых можно узнать про современную подростковую детскую литературу хорошо я надеюсь что все эти ресурсы откликнутся на правила Муравчика и каким-то образом отразят книгу и конечно же надо упомянуть прекрасные детские книги издательства Рипол в котором Риполовский детский подростковый а детский или вообще переводная детская Риполовская в топах их продаж да и тоже не случайно потому что самые востребованные книги это детский и переводный да есть такая тенденция хотя осталось все труднее потому что в детских западных книжках про жизнь рассказывается откровеннее чем позволяют наши законы ну чем мы привыкли скажем потому что закон что дышь это такая вещь а родители чаще всего судят по собственному опыту и я могу и по собственному опыту сказать что книги которые предназначены примерно на 12-13 лет на западной Европе да переводные да я бы их только с 14 дал в руки это мое внутреннее ощущение то есть немножко другое современная европейско-американская культура устроена на простом принципе лучше подросток узнает о жизненных проблемах в литературном подобии чем не зная о них в рассказе столкнется с ними неподготовленным в жизнь в реальности поэтому про наркотики можно про все можно в таком аспекте можно про все и нужно это действительно предупредительная какая-то функция да у нас начинают бояться до анекдотического доходят вот книжка детская Лидор Горалик вышла не так давно там она сама ее рисовала и там ее заставили убрать изображение шприца потому что шприц намекает на нехорошие обстоятельства шприц изображать нельзя очаровать то есть по-видимому о докторах тоже лучше не писать в связи с этим ну конечно конечно ладно не будем говорить о крайностях Александр Горович если вы не против то тогда мы перейдем ко второй части нашего мероприятия надеюсь у нас есть интересный вопрос вопрос про то чем запомнился на риск был потрясающий но хотелось бы ближе к книгам друзья то что вы хотите спросить это про любое можно вот а там вы застрелили тему иллюстрации и ваша книга правил муравчика там удивительные иллюстрации в принципе сразу как открываешь написано что это современный роман в картинках расскажите немножко об этих иллюстрациях потому что они привлекают они обращают на себя внимание и они выделяют среди других взрослых книг да но картинками занималось издательство я не могу даже постичь тайну издательство от меня скрывает имена художников это впервые в моей жизни сейчас я почитаю как тут написано в авторских правах оформление ООО группа нет оформление ООО группа компаний Reform Classic да и тут где-то еще шикарно да нет вот кто да кто автор от меня скрыли вот и книжки с картинками сегодня к сожалению выходят слишком редко особенно если это не очевидные детские книжки вообще картинка вещь хорошая иллюстрация важна причем эта иллюстрация важна не для того чтобы скопировать то о чем пишет автор была такая замечательная статья у выдающегося ученого и прекрасного писателя Юрия Николаевича Танянова об иллюстрации вот там формула я привел иллюстрация должна быть перпендикулярно тексту интересно да не параллельно а перпендикулярно то есть она должна вступать с ним в разговор и вот я ценю эти картинки за то что они вступают со мной в разговор и конечно хотелось бы чтобы их больше но это удорожает книги к сожалению издатели вынуждены с этим считаться но я бы не успевал более того благодаря некоторым картинкам мы ведь на самом узнаем то что что от нас часто скрывают переводчики ну например в знаменитой книге Туру Янсен то ли про метроли комета я не помню какая там где дядюшка грандатор появляется который в гамаке размышляет о бренности всего сущего читает книгу о бренности всего сущего но даже в советских изданиях была картинка на которой совершенно ясно видно название книжки это Освальд Шпенгер Закат Европы так что это никакая не книжка о бренности всего сущего это конкретная книга он читает Закат Европы Шпенгера это картинка самой Туру Янсен так что я очень рад что у меня на колесо книжка с картинкой иллюстрация действительно очень впечатляющая а вы можете что-то добавить мне особенно нравится про коты про плывущих котов там есть сцена с морскими готиками не вижу короче надо посмотреть где-то они тут плывут корабль плывет я на самом деле могу раскрыть немножко секреты эти иллюстрации это такой проект студенческий это оформляли студенты это их выпускной проект и нам они очень нравятся надеюсь что читатели тоже это интересная история мы в высшей школе экономики где я преподаю запустили проект цифровой книгоиздания поскольку сегодня все технологии позволяют допускать книжку в электронном и доводить ее до бумажного минуя издательства причать по требованию стала радость-то какая а я потом поговорю тут как раз издательству появляются другие возможности которыми они пока не пользуются так вот мы этого студентов учим и поскольку на ком надо ставить эксперименты на тех кого не жалко на котиках на котиках нет на себе и мы раздали по кругу реальные книжки реальных авторов вот у меня кстати одна случайным образом с собой чтобы они выпустили и в электронном и довели это до бумажного и это бы книжка известного медиа-аналитика Василия Гатова вот так выглядит книжка которую выпускают у нас студенты в качестве учебного задания и я свою рукопись отдал в электронном виде поскольку мы договорились с издательством что бумажное издание их а электронное студенты его сделали и обложку дальше они предложили редактору книги эту обложку редактор с художественным редактором довели ее до ума дотянули со шрифтами поработали с цветом убрали руку которая здесь такая была как у зомби куда-то оттуда появлялась замазали все сделали дотянули обложка студенческая но там есть Анна Копян которая вот ее делала это мы знаем а про картинки они мне ничего не сказали меня скрывали в общем дорогие друзья если кто хочет где-нибудь поучиться то в высшей школе экономики видите какие интересные вещи происходят сейчас открываем ну правда уж к сожалению платную но недорогую школу целого книжа издания для внешних будем надеяться будете сотрудничать с издательствами вот у Рипа классика великолепно получилось да а вот что касается будущего издательства здесь возможности новых технологий то конечно издательства превращаются в из ракет они раньше были такой второй ступенью ракеты которая спутник вокруг Земли вращается а сегодня это ракета-носитель то есть автора вынести на орбиту может только издатель издаться я могу сам но вся инфраструктура построена таким образом что это функция издательства то есть они превращаются в инструмент продвижения в инструмент презентации и это их будущее складывается прекрасная профессиональная беседа но все-таки хотелось бы чтобы все тоже не скучали друзья спросите что-нибудь у Александра Николаевича о нем самом я знаю это всегда мучительно поэтому предлагаю скажите пожалуйста вот вы ведете передачи на культуре там каждую неделю и у вас новые гости скажите пожалуйста там ставятся какие-то проблемы какие-то предлагаются решения был ли какой-нибудь положительный результат или только в словах все было или все-таки что-то в жизнь проходило ну рубрика советских газет газета выступила что сделано она ушла не будет больше такого задача медиа ставить проблемы задачи общества их решать задача медиа если это медиа политическая мешать политикам прятать от нас правду но общество а не газета будут решать эти проблемы решать через выборы через активную политическую жизнь или не будут решать но тогда ни на кого будет жаловаться а что касается такого типа программ как моя то ее задача в другом она склеивает информационно склеивает образованные сословия но мешает ему распасться и потерять чувство связи друг с другом никто не будет реагировать на какой-то выпуск с точки зрения того что мы кого-то критикуем власть давно научилась и власть от культуры тоже следует пасиному принципу а васька слушает да ест но не дать распасться образованному сословию склеивать его ежедневно это задача решаема мы собственно говоря этим и занимаемся это очень высокая миссия она такая ну клей же очень полезная далеко за рамками собственной литературы собственно текущего литературного процесса книгоиздания друзья еще вопросы ура добрый день добрый день меня зовут Евгений вы сказали очень интересную вещь склеить образованные сообщества и вот некое пресечение с книгой о котах коты индивидуалисты и не собираются вставить можно ли вообще принципиально склеить образованное сообщество спасибо можно так же как и котов можно объединить не мешая им быть индивидуалистами например вот здесь описано святилище алтарь это холодильник коты остаются индивидуалистами но общие у них есть у них есть ценности вот например холодильник любой кот каким бы индивидуалистом он ни был слышит как открывается дверь дверца холодильника правда образованное сообщество так не склеишь холодильники его мало волнуют но жизнь интересами которые выходят за пределы узкоматериальных да это и есть то что для нас это самое существенное правда это не значит что другие люди хуже это значит что мы такие и эту обществу мы должны ценить при том что все мы каждый за себя но но все таки все таки не каждый по себе каждый за себя но не каждый по себе более того жизнь будет устроена в ближайшее время так что мы вынуждены будем объединяться и по профессиональным принципам просто иначе нас разнесет ну там учителя уже начали объединяться вот там ассоциация учителей словесников которые там Сергей Волков глубоко уважаемый вновь учителя с 57 школы во славе это один из только первых шагов книжники либо объединятся в книжные магазины либо не будет в России книжных магазинов иначе по одиночке не продавим вот и все значит жизнь застарилась сначала мы знаете как прежде чем объединиться надо размежеваться мы уже размежевались пора объединяться прекрасно а тогда у меня продолжение этого вопроса комментарий а как же все прелести единоначалия которые у нас традиционно в нашей стране приводят известно к чему как же здоровая конкуренция которая начисто ликвидируется при таких обобщениях обобществлениях не знаю проблема с одной стороны предельно сложная с другой простая никаких исключений из правил быть не может большая страна в которой исчезает конкуренция исчезает сама либо катастрофически либо некатастрофически но по другому не бывает поэтому если мы хотим чтобы страна была мы путь как бы мы далеко не зашли все равно изменим нет я принадлежу как раз тому поколению и книжку конечно и прочего про это которая на своей практике на своей школе убедилась что вечных государств не бывает причем для меня никакой радости не то чтобы я был поклонником Советского Союза все таки Россия для меня родина Советский Союз страна но все таки это была важная страна но она выбрала свой путь и дальше все разговоры про ядерное оружие про незыблемую власть КПСС про отсутствие свободных СМИ они все расшибаются в какой-то момент начинается процесс и он становится неостановим с 85-го года проходит пять лет и колосс на длинных ногах это уберет поверить в 85-м году что это возможно было при этом это было невозможно глядя сверху поскольку повторяю я в 86-м году пришел работать в журнале Дружба народов и начал ездить по стране я старался разговаривать со всеми причем есть простой принцип разговора с любым человеком ты не скрываешь своих глядов но никому их не навязываешь я думаю так а ты что думаешь и тогда с тобой начинают разговаривать более-менее доверять ты не врешь но и не навязываешь я разговаривал и с официантами в столовых и с торговцами на рынке и с сотрудниками местных ЦК национальных компартий и с профессурой со всеми с таксистами если все сходятся на том что всем все надоело значит конец и вот не будучи никаким политологом в 86-м году я проехал в страну пришел к своему тогдашнему главному редактору Сергею Алексеевичу Боруздину и сказал Сергей Алексеевич почему мы не пишем про то что Советский Союз распадется он мне замахал рука куда он распадется как он распадется а поскольку все говорили все созрела ситуация а дальше экономические условия политические я к чему к тому что если для нас страна ценность то мы должны это работать никто насильно в истории не остается может не доработали или переработали по разному бывало но если мы равнодушно воспринимаем исчезновение разнородности смотрите проблема простая какая конструкция более устойчивая вертикально интегрированная жестко свинченная или на шарнирах по определению кажется более верным вариант жесткий но при первом же потрясении при первом же землетрясении сильным ветром вертикальная конструкция рушится конструкция на шарнирах стоит потому что она на шарнирах если мы отказываемся от конструкции на шарнирах и выбираем вертикальную при первом же потрясении с ней что-то может случиться поскольку я не хотел бы этого я все-таки страну люблю поэтому я и знаю, насколько она не обустроенная и прекрасная я не хотел бы ее потерять поэтому мне кажется, что единственный путь это конструкция на шарнирах гибкость как форма жесткости и где? ну хорошо, а где он? вот у фундамента ничего с ним ничего с ним нету, все вот он-то и делал, что все танк строительной промышленности разрушил много чего она бы не рада, слушайте, напрягите память вспомните, сколько часов в день советский человек стоял в очереди что он носил с собой в портфеле в дипломатии или в сумке авоську, потому что если стоит очередь надо в нее вставать и покупать был момент, когда это можно было поправить а потом наступает момент, когда это поправить уже нельзя, то есть либо вы успеваете, либо не успеваете проспали а дальше, да, извне, конечно, будут толкать но если конструкция гибкая толкай, не толкай а если она неустойчивая то есть слишком твердая нет ничего хорошо, друзья, еще вопросы? Александр, а можно без микрофона? у меня поставленный голос спасибо вам за теплую встречу очень приятно общаться и спасибо за те моменты, о которых вы вспомнили и о уголках нашей Родины а также я бы хотела еще прочитать вашу книгу наверное, я ее сегодня куплю и те годы, о которых упоминается тоже мне очень близки ну, я вот, вы упомянули слово учительство объединяться я сама педагог преподаю в школе и я вот здесь прочла в конце что вы не только ведущий, писатель но еще готовите школьную литературу учебники вы, так как ближе к литературной элите я бы хотела вам такой вопрос задать может быть немного не тактично перестанут ли продолжать эксперименты с учебниками школьными учебниками и программами и когда вот это все вы считаете успокоится чтобы учитель мог спокойно работать а не каждый год изучать новые программы и новые учебники спасибо ну, смотрите, тут есть несколько ответов рисую идеальную схему потом допустимая потом как будет идеально это, чтобы учитель вообще сам определял по нескольким готовым схемам то, с чем он будет работать то есть у учителя должно быть больше власти в разы должны быть разные линии учебников и должно быть много но учитель не мин овр не управление городской или районной образования а учитель должен выбирать с какой линии ему, учителю с подручной работы должны быть какие-то общие принципы ну, в этом смысле мне вполне хватает ужасным языком написаны федеральные государственные стандарты но они, по крайней мере, допускают там во главу глав ставят деятельность а не начетническое там венчивание и это вполне достаточно все остальное учитель как в реальности в реальности у нас как вы знаете вариативное образование законного образования запрещает отменять вариативность покушения на эту вариативность идут постоянно и охотников до этой жесткой внешней стандартизации выше крыши так удобнее управлять так причем вот ссылается на советский опыт ну я хочу сказать что Советский Союз при том, что он был жестко авторитарным почти тоталитарным государством он допускал три альтернативные методики обучения там было три конкурирующие между собой на официальном государстве уровнем даже там это было три да что уж говорить про день сегодняшний когда вообще мы к чему детей готовим мы готовим к смене траектории правда вот они закончат школу каждый из них минимум три-четыре раза сменит профессию на протяжении ну или разворот почти каждый кому-то повезет но это редчайший случай редчайший основная часть будет менять мы должны к этому слалому готовить а мы прокладываем рельсы на рельсах по рельсам на лыжах не ездят им придется скользить и скользить огибая препятствия а мы хотим железную дорогу но все-таки учительское сообщество достаточно активное в отличие от других сообществ и оно сопротивляется и была попытка навязать единый учебник по истории вы знаете даже она провалилась несмотря на волю первого лица потому что школу устроили иначе не срослось даже там есть плохие хорошие а снивают но разные варианты а в литературе по этому же образцу попытались концепты филологического образования и так далее но и она провалилась значит в итоге на сегодняшний день вроде бы будет сохранена вариативность но не далее как сегодня утром мой редактор мне сказал ходят слухи что весной появится готовая разбудовка по каждому классу что проходить в каком порядке как к этой информации отнестись я еще не знаю поэтому попытки не остановят никогда потому что это же управляет у них есть иллюзия что они могут таким образом управлять как у родителей есть иллюзия будто бы контролируя ребенку в каждом шаге они им управляют это иллюзия вы как педагог это прекрасно знаете мешать будут подножки ставить будут ну что будем жить будем жить да спасибо друзья у нас осталось время на еще один вопросик спасибо спасибо очень интересно как всегда но вот интересно и то что вы известны мне как глубокие интеллектуалы высококультурный человек а я занимаюсь аналитической психологией и литературой междисциплинарным исследованием и хочу сказать что и особенно Карлом Юнгом который верил что когда собирается такое вот дружное теплое пространство случаются необычные вещи вот я сегодня вижу что даже у нас в аудитории присутствует кот как ни странно потому что на самом деле присутствует артист театра Маяковского который играл в спектакле Мама кот и это прекрасный спектакль который говорит о том что коты могут объединиться и при этом сохраниться индивидуальность чайки которую они воспитывают спектакль абсолютно потрясающий это первая часть заставил меня плакать это детский спектакль но очень для взрослых и они по-моему очень в тему нашей дискуссии так что спасибо участникам этого спектакля а к вам у меня такой вопрос раз уже Карл Юнг был упомянут он говорил о том что искусство литература она делится на психологическую и визуальную вот мне интересно спросить у вас как у творца художественного произведения психологическая литература она отражает внутренний мир автор он пишет исходя из своих личных переживаний предыдущего опыта чувства а визуальная литература она спускается откуда-то из глубин или поднимается или спускается из глубин коллективного подсознательного в виде образов символов вот Ахматова говорила что она что это просто что-то такое музыка стиха и потом из этого рождается слово насколько ваше творчество ваши книги рождаются они психологические или визуальные или объединяют и то и другое насколько это идет из какого-то источника который вы иногда не подвластно контролировать или все-таки вы управляете этим процессом да вот спасибо сложный вопрос да сейчас надо будет думать кто его знает ну я еще раз говорю что я книжки не планирую они придумываются и пишутся дальше они меняются они сильнее чем я поэтому они сами себя навязывают но когда ты их пишешь ты все-таки строишь конструкцию иначе это не книжка иначе это это может быть исповедь но все-таки это не сюжетная книжка сюжет предполагает поэтому баланс бесконечный баланс и одни книжки более психологические вот здесь больше психологии в книге Кешер Иванов здесь наверное больше сил но кто не знает вот честный ответ строго говоря не знает да дорогие друзья тогда последний вопрос я наверное с вашего разрешения его задам у нас есть что почитать сегодня мы очень довольны этим но Александр Николаевич традиционный вопрос а что дальше есть ли какие-то планы можете ли вы открыть какую-нибудь тайну прямо сейчас я человек не суеверный другая есть опасность ты начинаешь рассказывать и уже чего писать если ты как человек ленивый я предпочитаю рассказав не делать но сказать про что могу я дописываю пишу роман действие которого разворачивается в 80-м году завязывается сюжет в день открытия олимпиады а развязывается в день смерти Высоцкого вот эти вот две с половиной недели жаркого лета 80-го года там вот разворачивается некоторый сюжет вторая книжка которую я прикидываю это может быть вторая вторая книжка про главного героя там в этой книжке про кота Мурчави составлен сюжетный сюжетная возможность в следующей части может быть да может быть нет там там некоторая зацепка есть но еще не начал и на последнем издыхании мы доделываем с моих авторов школьные учебники с 5-го по 9-й но это мы должны их сделать все то есть все на каждый класс по 2 части по литературе по литературе 10-й класс у нас давно в школе а вот мы делаем с 5-го по 9-й но это мы не знаем ответ мы их выпустим тиражом 100 экземпляров дальше мы либо получим гриф и тогда они будут изданы либо мы не получим гриф они не будут изданы и работа с 11-го начатая в 11-м году идет вот в связи с катами послупад хвост в прямом негафорическом смысле слова ну 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 в 17-м году будет реформание узнаем вот это то чем собственно говоря я занимаюсь временем ни на что больше и не остается спасибо друзья мы если больше нет вопросов последний шанс то мы переходим к самой лакомой части нашего мероприятия к автограф сессии пожалуйста подходите у вас есть возможность получить автограф выстраиваемся в эту прекрасную очередь и можно будет уже пообщаться с автором но в индивидуальном порядке аплодисменты у вас есть возможность пообщаться поехать